Каждое международное событие, будь то политическое, экономическое, культурное или спортивное, которое доверено Беларуси, мы проводим на высшем уровне, что подтверждает многочисленные участники и гости нашей страны. Яна Шибко в очередной раз убедилась в этом, порасспросив хоккеистов, прибывших на рождественский турнир. Эмоции и впечатления в ее репортаже. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты рождественского турнира готовы на многое. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов. Это наше транспортное средство на сегодня. О, круто! Легендарный ЗИС-8 словно сошел с ретро-фотографией. Идеально для первого свидания с историческим Минском. На таком я еще не ездил. Полов Принц, под стать своей фамилией, сегодня единственный пассажир. Я не король, всего лишь принц. Водитель спрашивал, едем ли мы огни, а я ответила, что принцу так и полагается. Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки отнюдь. А вам не холодно? Нормальная температура, собственно. Да вы просто привыкли ко льду. Да, точно, я на нем вырос. Красивые здания. Мы были тут еще и вечером. С иллюминацией очень красиво. Ну а лучшее впечатление от турнира – это инфраструктура и прекрасная организация. От раздевалок до массажа. Мастер-классы, сами игры, судьи. Отличный лед. Уровневый турнир. Чувствуется, что у вас в стране любят хоккей. Швейцарская сборная вообще оказалась по-хорошему жадной. До впечатлений. По городу уже пешком, еще долго гуляли всей командой. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь. Швейцарцы славут гурманами. Чтобы удивить хоккеистов из этой страны, мы решили привезти их на один из самых больших рынков, пожалуй, не только в Беларуси, Комаровку, чтобы здесь дать возможность попробовать интересные, необычные вкусовые комбинации. Сначала у гостей захватило дух от масштаба рынка и изобилие свежих продуктов. Чтобы запечатлеть колорит, они то и дело синхронно хватались за смартфоны. Это особенное место. Мне очень понравилось. Так много видов продуктов вместе. А вот и традиционное сало. Узнав, что его любят в Украине, хоккеисты даже пожалели, что не отведали продукт раньше. Может, и не проиграли бы как раз накануне тем же украинцам. Пальчики оближешь, и это красноречивее всяких похвал. Дальше – творог, кислая капуста. Это рассол из капусты, да. Прекрасно, спасибо. Клюква и, наконец, соленый огурец с медом. Ну вот, честно, благодаря этой экскурсии сама впервые попробую. Спасибо, соленый огурец с медом. А вкусно, однако. Попатчиваться таким экзотическим угощением выстроилась очередь. Понравилось так, что с собой хоккеисты увезут литры натурального белорусского меда. А вот финны приехали со своим не то что самоваром, а целой сауной. Передвижная парилка припарковалась у чижовка арены. Финны, которые искренне парятся, каждый год болезненно переживая малейшие поражения на турнире, сюда приходят праздновать победы. В этот игровой день как раз такой случай. Не только ледовыми баталиями ограничились хоккеисты, и китайская сборная отправилась на линию Сталина. Тут сегодня соревновались в меткости, постреляли из противотанковых ружей и винтовок, отправились на разведку в траншеи ДОТы, и больше всего среди всей военной техники впечатлились, конечно же, Т-34. Вот бы быть такими же непобедимыми на льду, как эта машина в боях. Бол! Недаром турнир называют любительским чемпионатом мира. Многонациональная сборная Балкан, Балтия и Международная федерация хоккея, Китай. А в этом году дебютировала и команда США со звездой НХЛ в составе Джимом Слейтером. Так что в хоккей в Минске в эти дни играют представители сразу трех континентов. Мы впервые участвуем, и очень счастливы, что приехали. Организаторы проделали колоссальную работу. Я был на церемонии открытия. Мне, как хоккейному фанату, понравилось, что спорт объединяет так много людей вокруг этого события. Наша философия – хоккей-образ жизни. Мне 73, и я продолжаю играть. Здесь как раз любители рядом с профессионалами обмениваются опытом. Это вдохновляет. Впечатления просто первоклассные. Обменивались опытом спортивные функционеры в рамках турнира уже во второй раз во время международного форума. Узнать секреты мастерства и нюансы программ подготовки хоккеистов от Федерации Швеции, США и Финляндии – бесценный опыт. Договорились и о стажировках для тренеров. Но самое главное, когда столько представителей зарубежных федераций собирается в Минске на рождественском турнире, их впечатления потом судьбоносно влияют на прописку крупнейших спортивных форумов. Без рождественского турнира мы, может быть, не получили 21-й год проводить чемпионат мира. Это никому объяснять не нужно, что у нас вся инфраструктура есть, все готово для проведения. И это только и в финансовом плане, и в имиджевом плане выгодное мероприятие для Беларуси. И люди приезжают, они видят, как мы относимся к хоккею, как мы организуем мероприятие. И это, конечно, играет большую позитивную роль при голосовании. К слову, дебютантам турнира «Минский лед» пока не покорился. Накануне сборная штатов уступила хозяевам с разгромным счетом 9-3. Шайбами отличились белорусская звезда НХЛ Михаил Гробовский и Николай Лукашенко, который стал лучшим игроком матча. Шайба, перевод Глебов, хорошие прострелы, 3-0 становится счет, Николай Лукашенко у нас отличается, реализовывает он большинство. Кстати, младший сын президента – самый молодой участник турнира. Еще в прошлом году он участвовал в «Золотой шайбе». Символично же, что эти соревнования проходят параллельно рождественскому турниру. Ведь знаменитые игроки готовы делиться опытом с юными хоккеистами. Завтра, например, ребят ждет звездный мастер-класс. Это очень хорошо для страны, потому что все понимают и все смотрят на других странах, что в этой стране есть хоккей. Атмосфера отличная. Я сам играл 20 чемпионатов мира. У меня есть рекорд 100 игр как в литовской национальной команде. Так что я вижу, какая атмосфера здесь и как все здесь устроено для игроков и для всех. Это отлично. Деревянным медалям радоваться не принято. Но только не в этом случае. Сегодня хоккеисты по рождественской традиции нашли время для добрых дел. Навестили ребят-воспитанников детских домов семейного типа во Фронзенском районе Минска. Акции уже 8 лет. Участники турнира каждый год такой большой многонациональной хоккейной семьей стараются подарить праздник своим маленьким поклонникам, которым в эти дни особенно не хватает тепла. Я очень рад быть здесь и рад, что могу подарить подарки детям. Это очень эмоциональный момент, потому что дети – это самое прекрасное, что есть в мире. И улыбка ребенка – это лучшее. В гости пришли не с пустыми руками. Акустические гитары, электросамокаты, ноутбуки, спортивная экипировка. Ребята в долгу не остались. Приготовили для гостей забавные квесты и конкурсы. Праздник понравился. Было очень весело. Много подарков, выступлений много было. Все очень веселые, добрые хоккеисты из разных стран. Рождественский турнир – это больше, чем спорт. Добрая традиция и настоящий по-семейному теплый праздник для всех любителей хоккея. Эти ли улыбки – не доказательство, что в этом году он удался. Яна Шибко, Кристина Федорович, Екатерина Лихошапко, Антон Филанович, Антон Силич. Неделя СТВ.